Телекомпания «Веневисьон» представляет Лилибет Марильо, Карлос Монтилья, Фабиола Кульминарес, Хорхе Аравена, Мариса Роман, Анна Карина Касанова, Куан Карлос Гарсия В телесериале «Любовь сводит с ума» Сценарии Альберто Гомеса и Леонардо Падрона В телесериале снимались Ноэль Артьяго, Энри Сотто, Беатрис Вальдес, Янис Чимарос, Роберто Ламарко, Гледис Ибарра, Таня Сарабия, Альберто Алифа, Милена Сантандер, Чони Фуэнтез, Кармен Кулио Альварес, Лоли Санчес, Даниэла Баскопе, Карлос Вильямисар и другие. Композиторы Пабло и Виктор Эскалона Операторы Элио Мачадо и Джонни Феблесс Генеральный продюсер Мануэль Фраис Грихальба Режиссер Сесар Боливер Любовь сводит с ума По рукам, Максимилиано, с этого момента мы с тобой объединяем усилия, чтобы разлучить Пабло с твоей дочерью Фернандой. Очень рада от тебя это слышать. Только не вздумай предать меня. Мы сейчас должны действовать заодно. Запомни это. Макси, ну зачем мне тебя предавать? Это не в моих интересах. Ты же как Скорпион, убийство его стихия. Было бы глупо тебе доверять, Ракелита, но в данный момент мы, как никогда, должны действовать заодно. Запомни, Максимилиано, Пабло будет моим. Только моим. Иду. Иду же. В чем дело? Хотите выломать мне дверь? Безобразие. Пабло? Пабло, что случилось? А это разве не Кандида? Он не в тюрьме? Говори потише, крестный Кандида. Я только что сбежал из тюрьмы, и я должен спрятать его здесь. Что, здесь? Да, да. Ты сошел с ума. Хочешь, чтобы дом наводнила полиция? Нет, 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 я не могу спрятать Кандида здесь. Вынужден с вами согласиться, сеньор Тобиас. Вот видишь, я не имею права подвергать вас и вашу семью опасности. Это Пабло уговорил меня прийти сюда, но не беспокойтесь, я уже ухожу, ухожу. Нет, нет, даже не вздумай. Кандида ни в коем случае, крестный, речь идет о нескольких днях, и потом полиция никогда не догадается искать его здесь. Что тебе стоит пустить его в ту самую коморку во дворе, куда собирался меня поселить? Что? Нет, крестник, я не могу на такое пойти, пойми, это очень опасно. Опасно, нет, что на самом деле опасно, так если Кандида увидят на улице, его тут же арестуют. Послушай меня, крестный, всего на пару дней, пока я подыщу другое, более безопасное место, постараюсь раздобыть новые документы и все такое, но... Кандида мне как отец, ты не представляешь, как я рад видеть его на свободе. Решайся. Да, но пойми, Пабло, нет, нет, пожалуйста, я тебя прошу. Если бы не Кандида, я бы не выжил в этом аду. Ты потрясающе выглядишь, подружка. Не сомневаюсь, этот кастинг останется за тобой. Спасибо, значит, я не опоздала? Конечно, нет. Нет, моделям наносят макияж. Расаура, сходи на склад, принеси мне разноцветный желатин, световые фильтры, новые линзы, ну давай, еще что же, ну ступай. Желатин, который едят? Желе, да? Расаура, извини, забыл, что ты новенькая и не знаешь, как у нас что называется. Ну давай, пойдем вместе на склад и я объясню тебе, что к чему. Да, конечно. Ты готова? Мне осталось только поправить макияж. Сколько тебе нужно времени? Немного. Удачи, подруга. Спасибо. Как ты? Странно. Словно потерянная. Не ожидал увидеть, как ты целуешься с Расаурой. Точнее, со своей невестой. Твоей невестой. Анна-Мария, могу сказать тебе только одно. Ты не выходишь у меня из головы. Знаешь почему? Потому что все, что произошло вчера, было волшебно. Честное слово. А когда я сегодня проснулся, вся моя комната в пансионе благоухала тобой. Пабло. Пабло, крестник. Как ты не понимаешь, что я не могу прятать здесь этого человека? Как ты не понимаешь, что это очень опасно? Как ты не понимаешь, что когда полиция выйдет на след Кандида и установит, что, сбежав из тюрьмы, он нашел убежище в моем доме? И Пастора, и Расауриты, и я сам будем арестованы, как его соучастники. Он прав, Пабло. Твой крестный Тобиас абсолютно прав. Зря я разыскал тебя. Мне лучше самому поискать убежище, чтобы меня не нашли. Нет, нет, Кандида, нет, нет. Но нет. В этом тюремном аду, где я провел 20 лет своей жизни, ты был моим другом, моим защитником, моим отцом, а сейчас я не брошу тебя в беде. Раз крестный не хочет приютить тебя в своем доме, ты спрячешься в пансионе, в моей комнате или еще где-нибудь. Что? Ты сошел с ума. Окончательно лишился рассудка. Начальству в тюрьме было известно, что вы друзья. Первое, что они сделают, это разыщут тебя, чтобы допросить и выяснить, не знаешь ли ты, где скрывается Кандида. Если вы будете жить вместе, то ты ничего не сделаешь, ты только подставишь себя. И его. Он дело говорит. Послушайте. Так и быть. Я спрячу его здесь. Чего уж там, я его прикрою. Ты поселишься в задней комнатке, хотя комнаткой, конечно, ее вряд ли можно назвать, скорее кладовка, где я храню краски и ненужные вещи, но зато есть матрас. Перекантуешься там. Проведешь пару дней, пока мы посмотрим, что для тебя можно сделать. Другого выхода я не вижу. Спасибо, Крестный. Я знал, что ты не отвернешься от Кандида. Не знаю, как и благодарить. Спасибо. Спасибо. Это итальянская ткань, а значит, высшего качества. Роскошная ткань из Венеции. Пеппино Монтинни привозит исключительно качественную одежду и ткани. Добрый день. Привет, красивая донна. Как дела, пастора? Не жалуйся, итальянец. Не знала, что ты со своей родины вернулся. Я ездил в Италию как раз за тканями и хочу сделать тебе исключительный подарок. Выбери любой понравившийся тебе материал и сшей себе самое красивое платье. Не нужны мне твои подарки. С чего это я буду у тебя тряпки брать? Если ткань не возьмешь, то хотя бы согласись пойти со мной поесть мороженое. Мороженое? Я тебе разве повод давала обращаться ко мне с таким предложением? Поесть с тобой мороженое? Или ты не знаешь, что я замужняя женщина? Что Тобиас мой муж? Официально мы не расписаны, но живем вместе с незапамятных времен. Привет, дон Пеппи. Привет, бомбина. Как дела? Хорошо, отлично. Мольте Бене. Мне не терпится посмотреть твои ткани. Да ты что? Мечтаю сшить себе новую юбку, чтобы едва задницу прикрывала. Какого цвета? Не знаю, может коричневую с рисунком. Привет, ты мне нужна? Я? Идем. Бесстыжие. А почему этот парень девушку волок? Тот, кого ты назвал парнем, крестник Тобиаса. Но я пришла сюда не для того, чтобы сплетничать с тобой. Я пришла узнать, что с дочкой Кристины. Нет, девочке лучше не стало. Не хотелось бы тебя расстраивать, но в данном случае надо готовиться к худшему. Нет, доктор. Как вы можете так говорить? Моя дочка не должна умереть. Вы что? Успокойся, милая. Помогите, доктор. Мы в больнице делаем все возможное, но девочка не поддается лечению. Ее часы сочтены. Нет. Нет. Ну что ты, дочка, не надо. Им по 30. Они умны, красивы, независимы и одиноки. Они красивые, богатые, увлекающиеся и одинокие. Жизнь в одиночестве. Для одних это выбор, для других печальная необходимость. А может быть, стоит пройти по жизни вместе? Одинокая и доступная. Смотрите с понедельника по пятницу на Зоун Романтика. Фернанда помешалась на этой бредовой идее с разводом. Но она меня не оставит. Я этого не позволю. И вообще, эта затея с разводом, ее очередная блашь. Что-то мне подсказывает, что это не просто блашь. Вспомни, ты же сам мне говорил, что ей стало известно о твоем романе с Лили. Ради бога, Густаво, не напоминай об этом. Я убедился, все женщины идиотки. Любовь сводит их с ума. Лили считает, что раз она влюбилась в меня, то должна обладать мной целиком. Не придумала ничего лучше, как оставить на воротнике моей рубашки след от поцелуя. Можешь представить, что стало с Фернандой, когда она увидела это? Допустим, ты сможешь убедить жену не бросать тебя из-за Лили. Но что будет, если Фернанда узнает, что у тебя есть 20-летняя дочь от Пастора? Нет, это меня не беспокоит. Пока я даю Пасторе деньги на ее дочь, она будет держать язык за зубами. Вспомни, Пастора нищенка, а за деньги и обезьяна пустится в пляс. А Кристина? Что будет, если Кристина взбредет в голову безумная идея заявиться к твоей жене с дочерью на руках и сказать ей, что ты отец ребенка? Нет, 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 Густаво, этого не должно случиться. Что ты хочешь сказать? Я не понимаю. Нет, ничего. Я разговариваю сам с собой. Давай, давай, проходи. Ничего не понимаю. Иди за мной. Подожди, зачем ты привел меня сюда? Что у тебя за секреты, Пабло? Ты же знаешь, Пастора терпеть меня не может. Что будет, если она застанет меня в своем доме? Ты можешь помолчать? Доверься мне. Я по гроб жизни буду тебе благодарен за то, что ты прячешь меня в своем доме. Я очень надеюсь, что полиция до тебя не доберется, Кандид. Куда ты меня ведешь? Что у тебя за тайна? Проходи, проходи. Тайна перед тобой. Вот она. Старик! Моя дочка, дорогая. Отец! Добрый день. Привет. Могу налить себе воды? Конечно. Ты можешь налить себе все, что захочешь. Спасибо, сеньора Фернандо. Нет. Не понял. Не обращайся ко мне, сеньора. Если тебе трудно назвать меня тетей, то тогда зови просто Фернандо. Иван, я не хочу, чтобы ты чувствовал себя неуютно в этом доме. Ты живешь здесь, и ты еще один член нашей семьи. Мне бы хотелось с тобой подружиться. Ты любишь... Любишь оладьи? Да, с шоколадом. Да? Да. У меня есть шоколадный сироп. Уверена, тебе понравится. Только сначала ты мне должен улыбнуться. Хорошо. Знаешь, когда моя дочка Анна-Мария была ребенком, как ты... Я... Нет, никакой я не ребенок. Я уже мужчина. То есть, становлюсь мужчиной. Но уже не мальчик. У меня сейчас такой возраст. Ну, ты знаешь. Да, ты прав, я согласна. Да. Когда Анна-Мария была такой же большой, как и ты, она любила смотреть, как я пеку оладьи. Ей нравилось, как я их переворачивала. Хочешь посмотреть? Ничего не обещаю, потому что... Осторожно, а то обожжешься. Я уже сто лет этого не делала. Ну, что скажешь? Здорово. Видел? Иван, что ты делаешь на кухне? Мама, я хотел попить. Подожди меня в гостиной. Фернандо, надеюсь, ты не пытаешься завоевать симпатии моего сына, потому что... хочешь настроить его против меня. Как ты здесь очутился, отец? Ты что, сбежал? Мне пришлось это сделать, дочка. Пришлось на это пойти. Папа, ну как тебе это удалось? Тебя, должно быть, разыскивает сейчас вся полиция Каракаса. Я тоже самое говорю. Табес, я тебе так благодарна, что ты спрятал моего старика. Честное слово, я твоя вечная должница. Давайте, сеньориты, улыбаемся поактивнее. В камеру. Смотрим в камеру и улыбаемся. Так замечательно. Очень хорошо. Чуть не принужденнее, милая. Да, вот так. Анна Мария, в чем дело? Анна Мария. Анна Мария, подруга, ты куда пошла? Ты уходишь с кастинга? Подруга, да что с тобой? Ты не можешь так просто уйти, ты сошла с ума? То, что со мной происходит, тебя не касается. Так что выйди из моей гримёрки, оставь меня одну. Но я всего лишь хотела, оставь меня одну. Прости, Росси, прости. Мне невыносимо видеть тебя с Мэмо. Я умираю от ревности. Когда ты увидишь эти фотографии, земля уйдёт у тебя из-под ног, Фернандо. Я выбью из твоей головы эту дурь, дочка. Твой подростковый максимализм. Я добьюсь, чтобы ты всей душой возненавидела этого убийцу, Пабло Мартинеса. А когда я покончу с этим бывшим заключённым, ты окончательно и бесповоротно убедишься, что Арнальдо лучший мужчина на всём белом свете. Что ты сказала, Росаура? Ты начала работать в том же самом агентстве, где работает Мэмо? Да, мама. Эту работу мне нашла Анна Мария, моя подруга. Правда, не пойму, почему она сегодня на меня разозлилась. Но я тебе уже говорила, что не хочу, чтобы ты работала. Я хочу, чтобы ты усердно занималась в своём университете. Мама, но я же тебе объяснила, что работаю всего лишь по несколько часов в день, не больше. Несколько часов, которые могла бы провести за учебниками. Боже ты мой. Да что ты молчишь, Тобиас? Скажи моей дочери, что ты тоже возражаешь против её работы. Не знаю, пастор, я в это не вмешиваюсь. Мне другая проблема покоя не даёт. И что же это за проблема такая, Тобиас? Можно войти? Уже все ушли и свет погасили. Анна Мария, сколько можно здесь сидеть? Радость моя. Может, скажешь, почему? И ты ещё спрашиваешь? Мне плохо, потому что Росаура была моей лучшей подругой, а стала моей соперницей. Я мечтала, что ты будешь моим, но ты принадлежишь ей. И теперь я не знаю, что мне делать со своей жизнью, мэмо. Не знаю, что делать с этим огромным чувством, которые я испытываю к тебе. Почему я постоянно вспоминаю этого человека? Почему он не выходит у меня из головы? Почему я до сих пор помню, как его рука коснулась моей? Почему не могу забыть, как его кожа обожгла мою? Если через пять минут я не вернусь, разбей их. Если через четыре месяца я не буду с тобой, выброси их. Если через двадцать лет я не буду отцом твоих детей, возненавидь их. Прошу тебя. Если бы ты знал, что ты отец моей дочери. Если бы ты знал, что Анна-Мария на самом деле твоя родная дочь. А не дочь Ирнальдо. Алло. Алло. Это я, Пабло. Как тебе пришло в голову сюда позвонить? Испанка наконец установила телефон. Сейчас есть связь. Вот я и воспользовался возможностью позвонить. Тебе. Не говоря уже о том, что умирал от желания услышать твой голос. Поговорить с тобой. Знаю, что не должен звонить тебе домой, но не удержался. Послушай, Фернандо. Фернандо. Я хочу с тобой встретиться. Я тоже. Да. Тогда ты не откажешься выпить завтра со мной кофе. Но главное, тебе придется подарить мне три улыбки. Поверь, я по тебе страшно соскучился. А я по тебе. Хорошо. Завтра встретимся, но только один кофе. Больше ничего. А три улыбки? Возможно. Я люблю тебя. Как здорово, что ты позвонил. Мне так хотелось услышать тебя. А давайте завтра не пойдем на занятия. Я двумя руками за. Проведем весь день на воде. Поговорим с Эмилио. Пусть попросит яхту у своего отца. Отлично, классная идея. Если честно, мне бы не очень хотелось пропускать занятия. Не будь занудой. Если завтра мы пораньше уйдем с занятий, то можем прошвырнуться по магазинам. Нет, Виви. У тебя есть жвачка, Ванесса? В сумочке. Ванесса, а ты до сих пор встречаешься с Эмилио, или вы уже разбежались? У меня с Эмилио ничего серьезного. Ты же знаешь, он жених Анна Мария. Мы встречаемся, когда возникает желание. Ванесса, по-моему, Эдуардо ускользнул из твоих рук. Вполне естественно, что он не желает тебя знать после того, как ты разлучила его со своей матерью. Вы можете мне не верить, когда я утверждаю, что Эдуардо станет моим. Но я нашла способ заставить его жениться на мне. Ванесса, ты беременна? Что? Алекс, дай сюда, отдай. Да отдай же. А еще подругой называется. У нее будет ребенок, а она молчит. Алекс, дай сюда. Мы раскрыли тайну Ванессы. Идиот, отдай мне. Не лезь, куда тебя не просят. Это не твоего ума дело. Ванесса, а ты ждешь ребенка от Эдуардо или от кого-то другого? Случайно не Эмилио, отец ребенка? Эмилио станет папашей. Убирайтесь. Все на выход. До свидания. И только попробуйте проболтаться. Никто не должен знать, что я жду ребенка от Эмилио, а не от Эдуардо. Послушай, крестный, буду тебе благодарен, если ты разрешишь мне сегодня попозже приехать на квартиру, которую мы собирали с тобой красить. Мы договорились с Фернандой кофе попить и поговорить, а после я сразу же к тебе, честное слово. Паблито, можешь опоздать на работу. Ничего страшного, меня беспокоит совершенно другое. До каких пор Кандида будет скрываться в моем доме? Пабло, я очень сильно рискую. И потом ты не забывай. Пабло, пастор ведь ничего не знает. А когда узнает, крику на всю улицу будет. Кто из вас Пабло Мартинес? А кому он понадобился? Комиссару Бариусу. Алекс слишком много себе позволяет. Я не разрешала ему копаться в моей сумке, тем более в моих личных вещах. Да, Ванесса, Алекс вчера взорвался, согласен. Но ты тоже хороша. Могла бы рассказать нам о том, что забеременела. Сильвана, это мое личное дело, и я не обязана рассказывать о своих личных делах всем на свете. Буду благодарна, раз уж вам все стало известно. Не трезвонить об этом по всему университету. Ванесса, мы твои друзья, и тебя не выдадим. А твоя мать знает, что ты в положении? Естественно, я сама ей рассказала. Устроила незабываемый спектакль со слезами на глазах и все такое. А она не спросила, кто отец ребенка? А как же? Я ответила, что Эдуарду. Я была настолько убедительна, что у нее не должно остаться сомнений. Ванесса, не понимаю, как можно быть такой жестокой, заставлять страдать свою мать. Брось, Сильвана, давай без драм. Ладно. Да, не спорю, я страшная эгоистка, когда речь идет о достижении, поставленной мною цели. Вы бы не могли сообщить Эдуарду, что пришла Мара? Сию минуту. А вы приятельница, сеньор? Позвольте заметить, за три месяца, что я работаю в этом доме, никогда вас здесь не видела. К вашему сведению, служанка обязана знать, кто приходит в дом, где она работает, чтобы лучше служить своим хозяевам. Это моя прямая обязанность. Мара, ты здесь? Я пришла сказать тебе лишь два слова. Мерзавец и подлец. Нужно стучаться, когда входишь в чужую комнату. Прекрати, дорогая. Ну, сколько можно? Фернандо, жизнь моя. Зачем ты пригласила адвоката Риверу? Любимая, тебе пора отказаться от этой затеи с разводом. Пойми, у меня к тебе ничего не осталось. Я не потерплю больше ни одного оскорбления, ни одной угрозы, ни побоев, ни лжи. Фернандо, любимая, пожалуйста, не оставляй меня. Ты не можешь со мной развестись. Они сильные и независимые. Их жизнь успешна. Но все-таки им не хватает чего-то поистине важного, за что они будут бороться. Женщины на тропе войны. Смотрите с понедельника по пятницу на Зоун Романтика. Это я, Пабло Мартинес. Что вам угодно? Мы ищем вашего друга, сбежавшего вчера из тюрьмы. Моего друга? Сбежавшего из тюрьмы? Нет, это навряд ли, сеньор. В тюрьме ни у кого нет друзей. Не делайте вид, что вы меня не поняли. Нам известно, что с Кандидо вас связывала крепкая дружба. Вы навещали его на днях в тюрьме. Кандидо сбежал? Осмотрите весь пансион. Надеюсь, вы не являетесь соучастником этого беглеца, иначе вас ждут серьезные проблемы. Вам влепили две пощечины, сеньор Эдуардо? Уйди, Пакита. Хотите, я предупрежу вашу мать? Уйди, Пакита, и никого не предупреждай. Извините. А теперь я хочу услышать, за что получила от тебя две пощечины. Ванесса беременна. Она беременна от тебя. Дорогая, если хочешь, запишемся к психологу. Попробуем спасти брак. Арнальдо, никакой психолог не посеет во мне ни зернышко любви к тебе. В нашем браке уже нечего спасать. Почему, дорогая, в чем дело? Что с тобой происходит, Фернандо? Почему до нашего юбилея ты была тихой, покорной? А сейчас тебя все во мне раздражает. Фернандо, ты ничего не скрываешь от меня? Почему ты отказываешься спать со мной? Почему, скажи мне? Арнальдо, пусти меня. Послушай, если я узнаю, что у тебя появился другой, если я узнаю, что ты полюбила другого, я способен... А если я тебе отвечу, что да? Если я скажу тебе, что влюблена в другого мужчину? Привет. 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 Мы с тобой едва знакомы, но живем под одной крышей в пансионе испанки к Армении, мы все, как одна семья, всегда стараемся помочь друг другу. Знаю. Спасибо, что пришел. Как девочка? Плохо. Врачи потеряли надежду. Беременна? Ванесса беременна? Беременна от тебя. Неправда. Ты не должна слепо верить всему, что говорит Ванесса. Она моя дочь, и я должна ей верить. Она не твоя дочь. Ты нашла ее на улице. Ванесса тебя обманывает и с каждым разом придумывает все более и более ужасные вещи. Она не врет. Она мне не говорит неправды, и тебе придется исполнить свой долг. Что? Ты возьмешь на себя за это ответственность. Ты женишься на моей дочери, Эдуарду. Пока еще ничего не заметно, но он уже внутри меня. Когда он родится, у него будет такое же имя, как у отца. Эдуарду. Ванесса, ты точно сошла с ума. Думай, что хочешь, но я отлично знаю, что так все и будет. Войдите. Извините. Сеньорита Ванесса в гостиной вас ждут. Спасибо, Бруно, уже иду. Чувствуете себя как дома, ребята? Я сейчас вернусь. Вы правда верите, что ребенок, которого ждет Ванесса, от Эдуарду? Что ты здесь забыла? Повтори это. Повтори, что ты сейчас сказала. Кто он? Где вы встречаетесь? Кто он? У тебя не может быть другого мужчины. Это неправда. Ты лжешь. Успокойся. Успокоиться? Ты хочешь, чтобы я успокоился? По-твоему, я могу успокоиться? Как может успокоиться муж, когда жена заявляет ему, что у нее появился другой? Я не говорила тебе этого. Кто он? Кто? Будь ты проклята! Отвечай. Скажи мне, кто он? Говори. Кто он? Успокойся, Арнальдо. Отвечай, кто он? Отпусти меня. Я тебя не отпущу, пока ты мне не скажешь, кто этот тип, ради которого ты хочешь бросить меня. Пока ты мне не скажешь, кто этот негодяй, чтобы я мог убить его. Убить его и тебя заодно. Тебе придется жениться на Ванессе. Хочешь ты или нет? Я никогда не женюсь на этой бесстыжей девице, предательницей интриганки. Эта девица ждет от тебя ребенка. И раз уж тебе хватило совести изнасиловать ее, докажи, что ты мужчина и можешь отвечать за свои поступки. Ванесса не может быть беременна, потому что я и пальцем ее не тронул. Если эта девушка ждет ребенка, то от другого. Я не позволю тебе. Нельзя быть такой слепой. Ванесса лжет. Выслушай меня. Она давно уже плетет интриги, чтобы разлучить нас с тобой. И сейчас прибегла к избитому трюку с беременностью. Открой глаза, Мара. Открой глаза. Прошу тебя. Смотрите далее. Сериал «Одинокая» и доступная. Любовь, музыка, путешествия, кулинарное искусство – все самое лучшее в традициях канала «Романтика». Вечера в стиле латино. Смотрите по выходным на зон «Романтика». Я пришла к твоей матери. Ты же знаешь, мы с ней подруги. Ты мне омерзительна. Если хочешь увидеться с моей матерью, подыщи для этого другое место. Понимаешь, в чем дело? Я пришла к вам домой, чтобы сообщить твоей матери о твоей беременности. А ты откуда знаешь об этом? Я знаю все. Тебе какое дело, беременна я или нет? Кто тебя просил вмешиваться? Полагаю, ты скрываешь от матери эту новость, а я чувствую, что просто обязана сообщить ей об этом. Во-первых, у тебя нет права лезть в мою жизнь. Во-вторых, я уже сама сообщила матери, что я беременна, что я жду ребенка. И от кого же ты ждешь ребенка? С каких это пор я должна впускать в свою личную жизнь совершенно чужого мне человека? Уходи, буду тебе благодарна, если ты никогда больше не появишься в моем доме. Заметь, девочка, какое совпадение. Наши с тобой чувства взаимны. Уходи. Привет, Скарлетт. Привет, Анна-Мария. Что-то случилось? Нет, лучше ни о чем не спрашивай. Надухни, выношу эту особу. Пойдем в мою комнату, там наверху ребята сидят. Нет, подожди. Ванесса, послушай, я хочу поговорить с тобой, ведь ты моя кузина. Что? Мне необходимо выговориться. Что с тобой, Анна? Ты чем-то расстроена? Ты угадала, Ванесса. Я влюбилась не в того мужчину. Я влюбилась в бедняка, шофера. Он работает в рекламном агентстве. Но это не самое страшное, Ванесса. Хуже всего, что он парень моей лучшей подруги. Шофер, мэмо, жених Росауры. Ванесса, что мне делать? Скажи, что мне делать со своими чувствами? Арнальдо, в моей жизни нет другого мужчины. Это у тебя есть любовницы. Не пытайся перевести разговор на меня. Ты все прекрасно, ясно сказала. И знаешь, о чем идет речь? Кто он? Кто он? Арнальдо, я только спросила, что было бы, если бы у меня появился другой. Это одно и то же. Разницы никакой. И раз ты заговорил об этом, значит, он на самом деле существует. Пожалуйста, успокойся. Ради Бога, Арнальдо, прошу тебя, не надо. Арнальдо. Фернандо, ты не можешь так со мной поступить. Ты не можешь через меня перепрыгнуть, не посмеешь. Арнальдо, что случилось? Что с тобой, Арнальдо? Арнальдо, ответь мне, пожалуйста. Мама Луиса! Нана Луиса! Мама! Прошу вас, кто-нибудь, помогите мне! Арнальдо, пожалуйста, очнись! Я влюбилась в жениха Рассаура, влюбилась в мэму. Ты же с ним знакома. Аня, я тебя не понимаю. Как тебя угораздило променять Эмилио, такого классного парня, на какого-то маргинала? Не знаю, Ванесса. Он же простой шофер. Я влюбилась, не заметив, как. Что я могу сказать? Неужели этот мэму на самом деле тебе интересен? Интересен ли он мне, Ванесса? Сначала я думала, это игра, но оказалось, что нет. Я не могу не думать о нём, не могу выкинуть его из головы. Аня, я знаю, ты считаешь эту плебейку Рассауру своей лучшей подругой, но в данных обстоятельствах тебя это не должно волновать. Если от мэма у тебя сносит крышу, если он по-настоящему тебе дорог, отбей его. пусть он не сможет жить без тебя. Сделай так, чтобы он убедился, как сильно ошибся, выбрав её. Ты должна быть с ним, если ты любишь его. Но мне не по себе от одной только мысли, что я предам Рассауру. Аня, она никто, гладранка, затесавшаяся в наш университет. Наверняка одна из многочисленных женщин, которые были в жизни этого мужчины. Ты должна стать единственной. Должна стать историей, которую невозможно забыть. Если она чашка кофе, ты должна стать бокалом шампанского, пределом его мечтаний. Сделай так, чтобы мэма почувствовал, что без тебя жизнь не имеет смысла. Оставь угрызение совести, Ани. Отбей жениха у Рассауры. Уведи его у неё, чтобы он стал только твоим. Арнальдо, ответь мне, пожалуйста. Нана Луиса! Мама! Пожалуйста, помогите мне кто-нибудь. Арнальдо, прошу тебя, приди в себя. В чём дело? Что это с сеньором? Что случилось? Арнальдо? Что это с ним? Не знаю, он вдруг схватился за сердце и сознание потерял. Боже мой! Диего, надо положить его на кровать. Нана Луиса, вызови скорую, живо! Арнальдо, ты не можешь умереть, у тебя такое прекрасное тело, ты ещё молод, ты не можешь оставить вдовой мою заловку. Ракель, пожалуйста, прекрати свои идиотские причитания. Что ты ему сказала? Извините, сеньори, Ракель. Выкладывай, что ты ему сказала, на что он так отреагировал. Скорая уже выехала. Осторожней. Снимите с него галстук. Я сказала, снимите с него галстук. Эдуардо, неужели этот мужчина приходил сюда, в монастырь? Вполне возможно. Но мать-настоятельница наложила на меня эпитимию до завтрашнего утра. Если Эдуардо приходил, наверняка ему не позволили увидеться со мной. Ну, зачем ему приходить? По какому поводу? Почему я постоянно думаю об этом незнакомце? Боже! Почему я не могу выкинуть его из головы с того самого момента, как мы с ним познакомились? Я пришла сказать тебе лишь два слова. Мерзавец и подлец! Я должен был найти способ убедить тебя, Мара, в своей невиновности. Боже, я пропадаю. С тех пор, как я познакомился с Ванессой, моя жизнь полетела под откос. Сестра Ирена. Сестра Ирена. Вот кто поможет мне вновь обрести покой. Я поеду с ним. Да, конечно, не волнуйтесь. Что с ним, Господи? Какая трагедия! Похожа на инфаркт, лишь бы он не умер. Я этого не переживу. Замолчи, Ракель. Осторожней! Осторожней! Я поеду в скорой. Я не оставлю тебя. Надеюсь, тебя не угораздило выложить всю правду своему мужу. на русский язык. На русский язык фильм озвучен компанией Безон Вижн. Безон Вижн. Безон Вижн. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok